Ну, хорошо. Давайте. Кто первый? Так, давай я. Так, это у нас 27-я глава из дворим. Это речь идет о неком специфическом таком, так сказать, что-то такое интересное будет. Ладно, хорошо. И приказал Моше и старейшины Израиля народу, говоря, соблюдайте, храните все заповеди, которые я заповедую вам сегодня. А мы по одной фразе читаем? Да, по одной, по вроде бы. Давай по одной, Сабаблок, хорошо. Ну, давай. Да, это значит, да. Так, переводим. И будет день, в который перейдете вы в Йордан, в землю, которую Господь Всевышний твой дает тебе. Так, Лакамота. И установите вы. Да. Да? Да, это ифиль, это слово Лаким. Лаким это... Ну, то это, ифиль, да, от Лакума, да, ифиль. Да, установишь ты, тебе камни большие. Так, в сады-та. Сид-та-та-сид, это известь. Обрезаешь. Сид-та-та-известь, да, покроешь их известью. Чтобы они были более ровной гладкой, чтобы на них можно было писать. Такое на тебе. Это однокоренные слова, да? Сады-та-та-сид. Да, сады-та-сид, это одно и то же. То есть отсидишь их сидом. Ну, да, так. Знаешь, по-русски же ведь это читается... Ну, и как бы так неправильно говорить, когда одними темными словами пытаются найти, как бы, я скажу, слова похожие, но не одна. А на иврите это вполне нормально сказать. Особенно в тонахтическом библейском. Такое повторение это вполне нормально. Даже более того, это как бы более сильный, понимаешь? Окей, ну хорошо, я, да? Векатафта леэн, эт коль дибори התורה הזот, бээаварэха. Лэман, ашэр таво и лээрэц, ашэр ашэр ашэм элокэха нотэн лэха, ээрэц зават халахудвашка, ашэр дибээр ашэм элокэй элокэй авотэха лэха. И напишешь, что ты на них все слова от Торы этой, ну, наверное, бэаварэха, так что все слухилось с тобой до того, такое на мидея. Авар от апрошла. Лэман, ашэр таво и лээрэц, для того, чтобы, когда придут в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, землю текущую молоком и медом, как говорил Ашэм, Бог отцов твоих тебе, да? Да. Так, вэгая, бээ аврэхэм, бээ вархэм, эдхэй ардэн. А, нет, сейчас я прости, Аня, прости, вот то, что читал, я неправильно сказал. Бэавархэ, это не в прошлом, а в предвоем переходе. Имеется в предвоем переходе. Да, да, да. Я поняла. Бэгая, бээ авархэм, эт аярдэн, такиму эт аваним аэле, ашэр анахимеца вэ эт хэм айом, бэгар эйваль, вэсатэ, оттам бэсит. Вот. И будет при переходе в своем эрдана, поставь, установи камни, опять же, эти самые камни, которые я повелела, заповедовала тебе сегодня, на горе Эйваль. Там еще какая-то, это вот камни, считается, вот те камни надо было чуть не в реке поставить, а те камни какие-то еще поставить на горе Эйваль. Да. И опять же покрой их в реке известью. Да, да, да. Ну, как бы общая идея, насколько я понимаю, это повторение завета. То есть меняется поколение, меняется ситуация, новое поколение идет в новую ситуацию, в ситуацию вхождения в эрдистраэль, запад, и надо возобновить брит, который был сделан на Синай. Поэтому вот такая модельная ситуация, которая более-менее повторяет. Там был уход абрит, а здесь был как бы аварийный. Ну, и как бы там было 10 речений, которые было на камнях, и вообще вся тора, которую принес Мошей Рабейну, а здесь как бы то же самое, вот оно на этих камнях. Это, видимо, для поколения, которые, ну, вот новые, они там не были, не присутствовали, а сейчас их как бы с ними по-новому это делается. Окей? Такая, наверное, идет. Давай, Интиматий, ты читаешь? Да. И построишь там ты, жертвенник Всевышнему Богу Твоему, принести, ну, основа жертвенник получается, жертвенник каменный. Да, жертвенник каменный, не занесешь над ним железо. У меня в виду, нельзя его железо. Ну, да, в смысле, они, камни должны быть не обтесанные. Вот этот таниф, это интересное слово. Вы знаете, как на современном мире будет кран подъемный? Манов. Манов его заносить, поднимать. А я думаю, уже, кстати, от этого же слова, слово ноф. Ноф – это ландскейп, это ландшафт, то есть это то, что вот как бы простирается, замыкется перед тобой. Но леонид, да, леонид – это заносить. В данном случае, это заносить над ним борзель, в смысле, нельзя, чтобы камни были обтесаны. Почему? Потому что, ну, как бы, жертвенник – это символ мира, союза со Всевышним, а железо – это символ войны, убийства и так дальше. Поэтому камни должны быть обтесаны. Окей? Мы хорошо читаем, читаем. Да, теперь ты. Да, окей. Да, ваним шлемот тивне, это мизбэ хашем элу кэйха, вээлета алаф улот лашем элу кэртум. И вот эти, ваним шлемот, то есть цельные, тивне, это опять, ну, как бы, парафразы, что они не будут оттесанными, то есть отструганными друг от друга, они будут целиковыми. Вот ты построи их из этих целиковых камней, этот жертвенник, Господу Богу Твоему, и приноси на нем, на нем улот, то есть по-русски это жертву всесажение, да, Господу Богу Твоему. Лошем элу кэртум. Ань? Да, сейчас. Давай. Так, хорошо. Так, устроить так. вэзавахта шламим, шламим, вэахальта шам, васамахта, лифне шэм лукеха. И, значит, зарежь там мирные жертвы, шламим, и кушай, и кушай их там, и радуйся перед Господом Богом Твоим. Ну да, то есть идея в том, что там не только улот, улот, это там есть нечего, это же аж лимим, аж лимим, это жертва, которая делилась между человеком. Аж лимим, это кайфование, это общественные трапезы. Вот у нас сейчас, для Абгина, надо сказать, у нас сейчас как раз в телеграмме, в Маханайме, в общинном, у нас обсуждаются эти общественные трапезы. Ну понятно, там шлемим не будет, но будет общая жрачка. Но эти шлемим, это типа того же, это совместная трапеза. Да, все приносят, там режут перед Всевышним, потом сидят, кайфуют, и вот барбекю такие делаются. Я думаю, что это дополнение к тому, что я читал, наверху было написано олот, а вот здесь вот шлем, а здесь уже начинаются эти самые шламим. Да? Окей? Да. Ну хорошо, окей, иначе поели, что дальше делаем? Хэт. Да. Леха тафта аль авад ним эт коль зеврей атора азот бэр ритеф. Так, и напишешь ты на камнях все слова торы этой, объясненные хорошо. Ну да, баэра слово лэ ваэ. и биюр отсюда. Это объяснение, пояснение и все. Как можно технически написать на камнях и все тоже, не знаю, это не камня, но что-то можно написать, наверное. Ну как конкретно это было, еще и должно быть написано так, чтобы это было, можно было ясно читать. Там еще сказано, что было на 70 языках написано в этом раш сказано. Не знаю, уж не знаю. По-видимому, задействовали этот самый искусный интеллект. Искусный интеллект был задействован, наверное. Может быть, да. Окей. Ну хорошо. Тимоней прочитал, теперь, по-видимому, ясно. Да? 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 Ви дабэр мушеве акуанима левиир эль коль исраэль лэ мор Вот это слово я посмотрел, мне оно вообще неизвестно. Я так вот первый раз встречаю вот это вот. Сейчас дойдем и говорил Муше и куаним, которые левиты, всему Израилю говоря, ну да, действительно, в Устензальце тоже написано аскет, это в смысле лакшин, акшава. Но, честно говоря, я этого слова вообще не знаю и никогда не слышал рыбу в современном лике абсолютно. Ну, аскет, окей. Шма это да, и слушай. То есть, внимай и слушай, а йо мазэ не этого ам. Вот сегодня ты стал народом. Да, шэмэ лукэхо. Ты стал народом, ну, наверное, имеется в виду опять вот этот повторный повторный брит перед входом в землю Израиля. Такая идея. Народом в смысле, ну, наверное, идея в том, что народом несколько другим, чем тот народ, который был в пустыне, что-то другое сейчас, другое поколение, другую народу. Ну да, они пишут, что 40 лет как прошло, что вы были как дети, а сейчас 40 лет вы уже там. Да, да, да. Вы уже как взрослые. Я с вами как взрослыми разговариваю. Да, да, да. Так. Ва шамата беколь ашэ ма лукэхо ва асит эт митсвотав вэд хукав ашэрану химетсав ха айом. И слушай голос Господа Бога Твоего и исполняй заповеди и законы, которые я... Его все время, да, и заповеди его, и заповеди его, законы его, которые я заповедую тебе сегодня. Да, правильно. Тимофей. Так. Вэйцап. Ют Алиф. Вэйцап ма шэ эт хаам байом аху ле мор. Да. И заповедовал ма шэ народу в день этот говоря. Да. Читаю дальше. Давай, да. Давайте, давайте. Да, давай. Ют Бет. Элэ ямду леварэх эт аам аль ар грязим бэ аварэхэм эт а ярдэн шимон в леви в ягуда в иссахар в юсеф у беньямин. Так. Эти встанут благословлять народ на горе грязи при переходе их ярдэна при переходе вашим только при переходе вашим ярдэна и перечисляем шимон и леви и ягуда и иссахар и юсеф и беньямин. Ну да, да. Есть такая известная как бы постановка делается. Две горы грязим и юваль на грязим будут как бы связанные с благословлениями на юваль был связан с тем что связано с прокляпери почему такое было разделение коррел ну не очень понятно может быть те которые здесь перечислены у них как бы их родословное как бы предполагается более лучшее качественное чем у остальных либо непонятно как бы а левиты либо стояли посередине и как бы произносили когда говорили произносить то что связано с благословлением они смотрели в сторону тех которые были на грязи правильно а те все отвечали а те которые да проклятие поворачивали либо говорят что левиты тоже стояли на одной из гор можете представить себе как это вам больше нравится такая идея читаем а эти будут стоять ну значит по поводу проклятия проклиная на горе эйваль рувен гад в ашер ну вот рувен гад ашер звулун дан в нафтали по-моему тогда Рафьёна проектов у нас даже по-моему было это самое лекция показатель сколько-то времени назад но не очень давно был найден жертвенник который приписывается жертвенник который построил Яшуа как раз вот на горе Эйваль по-моему все не ошибаются да я тоже читала да 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 и это был целый перевар камни вот эти ну да ну и как бы скажем те которые сторонники религиозной и как бы анахического подхода скажем целого библейского они как бы радостно говорили что вот правило все бесчестное доказательство что это не просто как бы ну не знаю сказки притчи или как-то так а вот реально был этот а те которые пытаются значит вставить под сомнение они говорили что это не факт что это на самом деле Яшуа но тем не менее это какая-то сильная вещь поведение с точки зрения археологических находок окей ну хорошо а не читай так и воскликнут левиты и скажут всякому человеку из Израиля голосом так сказать высоким сильным возвышенным громким да чтобы было слышно громким да правильно громким так теперь кто Тимофей ару аиш ашев ясэ ухэсэль ум масэха да тоават ашэм масэ ядэй хараш вэсэм басэтер 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 да так проклят человек который сделает извояние скульптуру ну да извояние один к одному ложиться потому что масэха не сох это как раз изливать так что это правильно то что выливает и застывает а фэсэль это то что отрубает ну да ну да современных жильдетов фэсэля по-моему да фэсэля именно кстати как на современном языке иврите будет скульптор фаслан какой-нибудь фасан фасан да да в общем скульптуру извояния значит омерзительное к всевышнему изделия рук хорошо что было хорошо думаю типа ремеслен как это мастер да да мастер изделия рук мастера и поставит скрытно басан это важно сейчас мы про это скажем слово да скажет весь народ и ну да скажет амэн скажет амэн да амэн вот интересно а вы знаете как мы говорили что пасаль это скульптор правильно пасаль это скульптор да а вот очень интересно да как на современном авритии но не только на современном как будет отброс отходов а пасаль тоже какая-то какая-то гадость гадость что-то неправильное подожди а как будут отброс отходы как будут промышленные отходы как будут неуврить я тебе скажу псоды я знаю что пасаль это порча какая-то что-то неправильное псоды да а как будет вещь которая неупотребляемая негодная пасуй вот говорят ишап псуал и идут женщина не может давать свидетельство в глильбезном суде сейчас неважно почему мы не будем туда идти просто интересно что вот это вот это все от слова как бы пессель потому что все что связано с пессель это все пасуй и поэтому это все отрицательно хотя конечно современного эвритича когда говорит что там пессель стоит ну как бы неоднозначно что у него в голове тут же что-то отрицательное но вообще паскудно это да отрицательно и вот мне кажется интересно у Рафштензальца у него комментарии что вот все все вот что здесь написано за что проклятие это все вещи которые бы с этого зачем вообще оно было ну одно из объяснений зачем оно было делать такое как бы народное народное клятву весь народ говорил да тот кто это сделает он проклят тот кто сделает этот и он говорит действительно похоже что так что все все преступления про которые здесь написано то преступления которые человек может делать и они будут скрыты от общественности грубо говоря. Почему? Потому что 8-й теорет про идолопоклонство, это же ведь не только запрет про идолопоклонство, а это запрет про такой частный вид идолопоклонства, который человек делает у себя дома. И который невозможно узнать. То есть если никто его не закладывает, и он никому не рассказывает. Никто не знает, что он там построил Пессель, но он там тайно как идолопоклонство занимается. Поэтому для того, чтобы попытаться его от этого значит, как бы не отвлечь, а в общем, превратить, то весь народ заклинает, что так не делали. Если вы посмотрите дальше, дальше, там все вещи, которые вообще укладываются в эту схему, все вещи, которые человек может делать, и их трудно, они не видны для народа, для общественности. Окей, мне такое объяснение понравилось. Понятно, зачем вообще нужно было вот этот Маамад, у него было вся вот это представление, грубо говоря. Окей? Кто следующий? Я? Окей. Да. Ну, опять же, вот проклят тот, который проклят, ну тут два раза, который Миколэль, который проклинает, да, проклинает. Он именно презирает и унижается. Откали, видимо, отца и мать, и скажет весь народ амэн. И это тоже вложится в схему, которую предлагает Раф Штензальд. Почему? Потому что он объясняет, что отец и мать зачастую находятся в таком зависимом положении от своего сына, например, да, и это происходит все у них дома. Он может над ними, грубо говоря, издеваться, а у них не будет силы или силы воли идти и его закладывать, потому что они от него зависят. Это тоже вложится в эту схему. Человек, который делает что-то, что не видно. И надо заклясть всех, заклясть в смысле, чтобы поклялить, что так делать не будут. Ну хорошо, Аня, читай. Так. Арур Масик Гвуль Рээгу Проклят передвигающий, сдвигающий межу на границу ближнего. Ну, имейте в виду, свой участок за счет участка другого человека. Да, да, да. Ну, опять же, в темноте взял ночью и забор переставил. Ну, так же, потихоньку, по сантиметрам. Как это по-русски выражение, которое в наше время такое? А, отжимает. Вот он отжимает у него, это самое, забор, он отжимает по сантиметрам. Это же ему говорят, что, может быть, этот самый сосед, может, он не врубится сразу, но это делать тебе нельзя. Интересное слово Масик, да, Масик. Вот здесь Самахам, правильно? А есть Синам. Вот Асага, это очень важное слово, там, в Хасидуте, везде, это постижение. А вот здесь вот Самахам, это действительно Масик Гвуль. Я не знаю, есть ли еще какое-то другое значение этого слова. Окей? Ну, хорошо, можете читать дальше. Арур. Да. Арур Машге и Вер, Бедерих, Вамар, Коль Аам, Амэн. О-о-о. Проклят, сбивающий слепого с пути, скажет весь народ, Амэн. Во-во-во, это опять то же самое, слепого, слепой-то не видит, да? Подходит слепой, подходит слепой, негодяя, и говорит, где автобусная остановка? Автобусная остановка ровно направо, он говорит, где налево метров сто, а там пропасть. Вот, чтобы он этого слова еще не делал, написано. Скажите мне, а какого слова-слова вот здесь в Машге? Ну, есть, жгага же, жгага ошибка. Правильно, жгага это ошибка, да? Жгага это ошибка. Не, ну, есть же, обычно это понимают сказательно, что это когда человек в чем-то не разбирается, а ты ему специально даешь неправильные советы. То есть, не обязательно, он буквально слепой, может он в бизнесе не разбирается, а ты ему советуешь вложить деньги куда-то. 100%. Как будет на иврите ошибочное решение? Ахлата жгуя. Жгуя это ошибочно, это вот то самое Машге, как раз вот оно самое это Машге и есть. Леседа. Ну, когда мы читаем дальше. Арур, Мате, Мишпат, Бер, Итон, Ва, Эльмана, Тамар, Коля, Амамен. Проклят тот, который в этом случае кривит судом. Кривит судом. Кривит, судом. Кого? Дальше перечисляются вот все как бы бесправные, ну, не бесправные, но как это, слабозащищенные слои населения. Слабозащищенные слои, да. Итон, Альмана, которым этот шофет, у него сила, власть и все, пятое, десятое. Ему очень просто, если он почему-то их не взлюбил, ему очень просто, вообще говоря, сделать так, чтобы это вершить неправедную суть. И опять же, этого шофета такого его заклинают, чтобы давать клятку, так не делать, потому что это обнаружить их не тяжело. Окей? Потому что у них нет никакого голоса в обществе, чтобы попытаться этого судью, вообще говоря, музыклейник, скажем так. Окей? Тимофей, давай. Так, подожди, дай-ка я прочитаю сначала, сначала после тебя же. Так, Арур Шохав Шохэв им эшетавив ки гела кнаф кнаф авив амар кураам амэн проклят, ну, лежащий с женой, ну, как бы, да. О, опять же, с женой, с женой, да. Да, помню, который, так сказать, ляжет с женой отца своего, ибо обнажил он, как бы, открыл. Ну, подол, да, да. Ну, в общем, он оскорбил его, на самом деле, его честь. Подол, как бы, открыл, подол, ну, одежды отца своего. Вот. Ну, имеется в виду, мачеха там, видимо, жена отца. Мачеха, да. И вот тут тоже Раштранзальц, я специально для, чтобы с вами какой-то диалог вести. Я там почитал, вот его встроенный такой комментарий. Он тут тоже объяснил, какая-то, может быть, ситуация. Ситуация такая, что вот был человек, да, но у него там дети, у него жена умерла. Вот. Он взял другую жену. Сам тоже умер. И вот эта вот жена, которая мачеха по отношению к детям, например, к старшему сыну, она живет в доме отца. Вот этот вот подлец идет к ней, он ее домогается. Ну, теоретически модная ситуация, что она, как бы, они отвечают взаимностью. Но, скорее всего, бывает ситуация такая, что, опять же, она слабозащищенная часть населения. Она от него зависит. Потому что, скорее всего, что он получил Ярушу, и она от него зависит. Если он над ней будет издеваться, то, скорее всего, она побоится на него, значит, там капает, потому что плохо будет. Вот, опять же, и поскольку это, как бы, десетер, то, опять же, это требует вот такой клятвы народа, что такого не делай. Окей? Я читаю. Я читаю. А, ну, давай. Вот тебе тут как раз замечательно. Да, тебе тут как раз замечательно. Сукин, ты их и читаю. Да. Арушу хэфим коль бээмам, вэамар коль амэн. Ну, да. Проклят всякий, лежащий с всякой скотиной, и скажет весь народ амэн. Ну, это вот сфотоложество, то, что по-русски. Опять ложись. Да. Да, я прошу прощения, что я все время одно и то же самое, как бы, дурью. Но это опять то же самое. Скотина-то безмолвная, скотина сказать ничего не может. Никто про это знать не будет. Если там какой-нибудь... Только если ты не ослицебела. Коровник, козлятник, я не знаю, куда ходит. Но, во всяком случае, тоже нет, и никому не известно. И надо, по этому поводу, должна быть вот такая, даже, клятва. Скотина сказать не может, да? Окей. Так, теперь ты. А, ну, теперь я. Мне тоже были замечательные все эти стихи. Ну, тоже такие случаи. Слабо защищенные слои населения. Проклятые, лежащие, приступающие в половую связь с охуто ба-тавив. То есть, я не знаю, как это называется родство по-русски, не знаю. Это сестра? Тетя, что ли? Ну, нет. Это сестра. А, да-да-да-да. Это его неродная. Да, это его неродная сестра. Нет, почему неродная? Она просто сестра, но она может быть только наполовину. То есть, допустим, дочь... Ну, неродная, это так вроде по-русски к길 сте together. Не знаю, не знаю. Это сводная. То есть, наполовину родная, наполовину неродная. Погодь, это и есть неродная, нет? Почему? У вас там общий отец, у вас общий отец или только общая мать, допустим. То есть только по отцу или только по матери бывает. Когда человек говорит, ну это моя неродная сестра, это имеется в виду, что у них кто-то один только, нет? Нет, неродная, это имеется в виду вообще она просто... Ну хорошо, ты права, у них кто-то только один, правильно. Да-да-да, и она тоже вот эта вот бата вив, она тоже не сможет себя защитить. Поэтому надо было специально с народа взять на патт-молду клятву. Окей, прочитай. Так, арур, шо хев им хотэн хотанто, вэ амаль кольга амамэн, и проклят лежащий с тёщей своей. И скажет весь народ ам... Господи, бедная тёща. А это тёща переводится, да? Хотэн, это скажет тёща. Я всегда трудно запоминать, но мы постепенно начинаем привыкать. Видите, сейчас называется мэтутанин, это родители, ну, либо жены сына. Ну, вот наш сын женится, правильно? У жены есть родители. Эти родители называются мэтутанин. А она называется хотэна. Вот хотэна, это как раз это. А тёща называется хама, вообще-то. От слова гнет. С тёщей, как известно, всё у них какие-то происходят и писают. Поэтому я считал, что это вот мэтутанин, хотя, ну, может быть, тёща не знает. Да, то она написана тёща. Ага, ну, в тех переводе тоже написано тёща. Ну, собака, тёща, значит, тёща тоже не трогает. Окей. Она вредная станет. Проклят, ударяющий ближнего своего, тайна. О, тайна! Вот что называется опять. Я извиняюсь, если я вам надоел. Вот он говорит, как значит тайна? Как можно тайно бить человека? Я тебе скажу, как. Капюшон надел, его не видно. Или морду завернул. Он идёт в переулке, а у него как бы капюшон на голове. Или маска. Он взял его и побил. И убежал. Всё, иди ищи его. Ну, это не знаю. И вот надо было специально опять проклять. Извязать народу клятву, что так не делали. Знаешь, вот всё, всё действительно выложится на то, что эти вещи, они как-то связаны с сеттером. Что это все вещи, которые происходят не на виду. Вот. Окей. А вот к нам присоединился ещё один человек. Женского рода, по-видимому, сидит в фотографии. Добрый вечер, это Людмила. А, привет. Привет. Крест вешаю. Всё, я не живу. Давайте Людмиле, дайте Людмиле почитать. Давайте Людмиле, да, пожалуйста, нет проблем. Вот Каз Грейг, Ару. Я тоже сама могла Арур прочитать. Арур, Локах. Только Локех, правильно? Локех. Локех там? Да, Локех. Ага, сейчас покрупней как-то. Не получается, да, чуть покрупней? Нет, там ше, шин, шохад. Шохад. Легакод, нефешдам, наки, ве амар, коль аам, амен. Ага. Арур проклят, да, проклят, дающий. Берусь. Берусь. Шохад. А уже увеличили, теперь не видно, что написано. Мзду. Мзду. Слушай, ну взятку всякие, да? Да, может быть, то же самое. Просто более старое слово, а так то же самое взятку. Лококот, это же, да, ударяющий душу, да? Чтобы, а, ну для того, чтобы... Лококот, нефеш, это человек. Чтобы, чтобы убить невинного человека. Кровь невинную и сказал весь народ амен. Да. Вот, кстати, вот это слово локех, правильно? Да. Окей. А как в современном игре будет клиент? Например, банковский клиент. Забыл. Забыл. А как? Забыла слово. Локок. От этого же слова. Тот, который берет, в смысле, шуруп. Тот, который берет сервис. Правильно? Как еще раз? Локок. Локок. И всегда, когда у нас... Вот, как это называется? Честно говоря, у меня пробел, вы видите? Я знать огласовки никогда бы нормально не учил. Но когда вот хет с палочкой, это всегда читается не локеха, а всегда локеах. Это понятно, я просто огласовку там не взглядела. Людмила, Людмила, давайте вы дочитайте последнюю строчку. Арур Ашер Ло Яким Эт Диврей Аторазот Ла Сот Отам Ва Амар Коль Га Ам Амен. Проклят, который не... Яким осуществил... Не соблюдает, не будет соблюдать. Да, эти слова Торы, сделать их... Делали их, да. И сказал весь народ Амэн. Да. Или скажет... А, это скажет, наверное, Ва Амар, да? Ва Амар. Да, скажет. И скажет весь народ Амэн. Вот Яким тоже очень... Да, я попрошу его. Слово Яким, которое здесь как бы идет вместе. Яким и Ла Асот. Ла Асот это по-простому просто дело. Да, сия это дело нет. А вот на слово Яким, да, что вам приходит в голову? Это же очень важное слово. Что-то основать, основа основать. Хорошо, скажи мне, как называется война, как одно из названий война за независимость Израиля? Кстати, из пороков сказано. У нас сегодня такой экзамен крутой. Что? Мюхэммед Комомиют. Комомиют. А, не, но Комомиют это другое. Это как с высоко поднятой головой, что ли? Правильно. Вот она, да, но вот это вот Мюхэммед Шикрум называется Мюхэммед. Выходили из Египта с высоко поднятой головой. Правильно. Вот это вот. Что мы правильно говорили, что это вот как раз такая интересная история, не объясняемая по-простому. Почему в современном иврике отцы основатели, они тем не менее считали правильным подчеркнуть именно еврейский характер этого государства. Поэтому Мюхэммед Шикрум это война за независимость освобождения. А вот Комомиют, а кроме того, он называется Мюхэммед Комомиют. Именно от этого слова лакум. Окей? Подожди, дом. А это называется День независимость. Да. Да. Слушайте, а мы что-нибудь еще почитаем? Позитивно это все. Арур, арур. Они нам подсунули только вообще крутизну какую-то. А вообще остальные главы. А следующая глава еще круче. Слушай, там про проклятие 28 главе. Что-то не получилось. Слушай, у нас осталось. По-моему, же не принято заканчивать там на негативе, нет? Да. Ну, смотри, я могу просто открыть этот самый Талдотру и просто прочитать. Давай. Можно 20... У нас мы сейчас где находимся? Это 27. 27. Сейчас, секунду. Я только тогда это остановлю. И сейчас полсекунды я у себя найду это самое. Сейчас я... Даже иду в чем. Ну, хорошо. Читайте дальше. Читаем дальше. Мы на каком остановились? На каком? Мы с самого первого начала мы читали. А, ну, хорошо. А я им шамоу тишмэу. Так. А я им шамоу тишмэу бэ коль ашэмэлукэ. А халэ шмор ла асотэд коль митвотав ашэр аннухиметав ха юм. Вэт метан ха ашэмэлукэ ха эльйон аль коль гой арт. Если, значит, так. Начинаем. Подожди, подожди. Прочитай. Вот это вот хорошо. Правильно важно прочитать. Гой аэрт. Гой аэрт. Гой аэрт. Гой аэрт. Это смеху. Правильно? Гой аэрт. Гой аэрт. Ну, хорошо. Все понятно. И будет, если послушаешь и прислушаешься вот так. Слушать, 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 слушать. Слушанием. Да, да, да. Гороса Всевышнего Бога твоего. Чтобы соблюдать и исполнять все заповеди его, которые я заповедую тебе сегодня и поставишь как бы Всевышнего Бога твоего превыше всего, то... Подожди-ка, что-то я вру. Нет, подожди. А, то он, то Всевышний поставит тебя на всеми, превыше всех народов. Ну, да. Неха, это в смысле уйтенныха. Уйтенутха. Поставит он тебя. Он поставит он тебя выше всех народов земли. Ну, да. То есть ты сможешь иксиднать. Окей. Кто следующий? Так, теперь я. Мы читаем дворим кавхэт пэрэк бэд. Да. Увау алейха коль а брахот аэле вэ и си гуха ки тишма баколя шэм элокэха. Молодец. Да. И придут на тебя все благословения эти. Так. И си гуха. Ну, да. Настигнут тебя. Сбудутся. Да, настигнут. Если будешь слушать голос Всевышнего Бога. Наверное, если, а поскольку, поскольку ты послушал голоса. Ну, да. Ки, здесь это какие-то такое слово, которое может быть и за, и потому что. И потому что ты послушал. А вот вы видите здесь то, что я вам говорил. Вот здесь вот шин-син, здесь син, правильно? А вот там передвижение межи, так это по-русски, правильно? Забора. Вот там было самое хам. А вот здесь вот то, что я говорил. Ла-сик, Ла-сик, это ну, достигнуть тебя. Достигнуть Ла-сик. Да, да, да. И си гуха. Ла-сик, да. Достигнуть тебя. Так, Людмила теперь у нас пускай почитает. Людмила у нас здесь. Пускай почитает. Это мы вместо восемнадцати часов сейчас это, да, делаем? Нет, мы читаем просто... Тимофей правильно сказал, что нехорошо заканчивает на проклятиях. Просто шереть какой-то необычно. Барух ата... Вот это читать. Барух ата бэир благословен ты в городе и благословен ты в поле. Дальше? Да, читай. Да, читай. Барух при битнеха упри адматеха упри бэхам тэха шегар алафеха алафеха? Алафеха, да. Алафеха. Пока тут у меня сейчас картинку уберу. Вот остался вот это вот. Да, я картинку просто убираю, меня загораживает. В... 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 А... Сейчас... Астерот... Астерот, я думаю. Астерот цонеха. Ну да. Благословен плод. Ну, чрево твоего таком, по-моему, чрево твоего. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле про твоего рождения? Да, круто. По-церковному славянски получается. Не расслышала. Что? Да, по-церковному славянски, да. Плод чрева твоего. И просто по-церковному славянски очень получается. И плод земли твоей. Это церковное выражение очень. Плод чрева твоего. Ну... И плод земли твоей, и плод... Кота, скота. Это приплод скота. Дальше вот всякие перечисления. Честно говоря, я не специалист в животноводстве. По-моему, в современном юрике этого... А хэмтеха... Почему плод хэмтеха? Бхэма это животное. А, бхэма. Бхэма животное. И который живет... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это все перечислено. Шгар – это приплод быков. А, приплод... Да, вот Аня специалист. Я этого не знаю. Ну, то есть вот эти телята как бы... Телята, козлята, всех, кто хочет. А штерот – это приплод мелкого скота. А, и приплод мелкого твоего скота. Да, замечательно. Хорошо. Теперь ты... А я... Ну, это коротенькое. Барухэ. Тенаэха. У. Миш. Артеха. Тена – это корзинка. Это то, что в корзинке приносит. Но, видимо, Ильич идет про плоды, которые кладут в корзинку. Ту самую корзинку, с которой человек, который приносит бекури, он идет в храм. Правильно? А дальше – Миш. Артеха. Ну, это тоже чертесохозяйственная, по-моему. Не знаю, что такое Миш. Корзина твоя благословенная, по-моему, квашня, что ли? Что-то, с которым тесто замешано. Квашня замечательно, да. Квашная капуста, наверное, имеется. Нет, не капуста, я имею в виду тесто замешано. Ну, квашня, окей, беседу. Да, корзина твоя, Миш. Артеха, да. Квашня твоя, да. А ты дальше прочитай, следующее. Варуха та вуэха, варуха та бецэха. Эта знаменитая фраза, она везде в городах висит, на въезде. Благословен ты при входе, и благословен ты при выходе. Это очень часто висят при въезде в израильские города. Города-поселения. Окей? Чуть так мелко, чуть крупнее нельзя прямо. Все можно. Так, сейчас, Таберти, а, Натан, теперь я, получается, получается. Так, ваитэнашэм, ой, вэха, камим. А, лэха, негафим лэфанэха. Ага. Бедерых эхат яцу алэха у вэшива драхим янусу лэфанэха. И даст всевышний врагов твоих, Алэхаким, которые восстали на тебя, негафим, а лэфанэха, негафим, которые против тебя, значит, восстали. Подожди, 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 подожди. Интересно, и что такое негафим? Негафим это пораженные. Пораженные. Эти коронавирусы, которые, подожди секунду. И будут они пораженными, пораженными, ну, как бы, перед тобой. Негафим лэфанэха. вот взяты отсюда. Хорошо, но сдохнут они, конечно, перед тобой, короче, от вирусов. Да, будут поражены тобой, да. Поражены будут перед тобою. Одним путем они, значит, выйдут против тебя, а семью путями побегут они от себя. Да, то есть так бурно бежать, что вообще... Не найдут дороги там, могут бежать в разные семьи. Да, побегут по семью дорогу. Окей. Тимофей, можешь считать? Пхет. И цафа шем итха это браха ба самеха бухоль мишлах ядеха брахаха баарец ашер ашем олокеха нотэмлах. Да. Так, и повелит Всевышний с тобой всякому богословению тут переводено в житницах твоих ба самеха. Да. Да. И во всякому на что пошлет... Да, мишлах и деха это тоже, это и в современном времени так говорят. Это начинание руки дано в восемь. Да. Мишлах и деха, да, и ты что-то делаешь, да. Да. Убираться. Как благословить себя в земле, которую Всевышний Бог твой дает тебе. Окей, а сейчас вам еще одна загадка. Как называется... Об этом Израиле было известно, да, что, ну, исходя из исторической ситуации, как был образован Израиль, были созданы, организованы крупнейшие предприятия, например, которые занимаются Мэкоро всеми водоисточниками, а еще организации, которые занимаются всеми мучным производством. И они, кстати, потом, это проблема современного Израиля, это монополия. Так вот, как называется самая большая организация, производство или монополь в Израиле, которая производит всякие пищевые продукты, связанные с пшеницей, как это, выпечки вот всякие, вот эти вот, как они называются? Снэкс все, бамбы знаменитые, как называется? Как называется это предприятие? Концерн. Как он называется? Я не знаю. Осэм. Не знаю. Осэм. Хорошо, запомнись. Осэм. Ну, подожди, а что такое бамба, вы слышали, нет? Бамбу нас видели, даже... Себа фастфуда, что ли, какая-то хрена. Конечно, ну, послушай, знаменитый мультик был такой рекламный вообще, бамбу, кстати говоря, и в армии вообще, те, кто в армии были, бамбу и в армии раздавали. Там такой ребенок, такой, типа, израильтянина маленького, в такой знаменитой шапочке, вот, и он бегает и кричит, эн, 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 кмо, бамба, эн, 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 кмо, бамба. То есть нет вообще такой более крутой вещи, чем бамба. Вот этот знаменитый самый Осэм. А Осамин, действительно, это вот эти зернохранилища и пятые десятые. Да, все правильно. Окей, ну, хорошо, читаем дальше. Так, теперь Людмила у нас читает. Да. Можно курсор не вводить, где я читаю. Вэлхэта бидрахав. И станет... Еким, он будет поставить тебя, Еким. Поставит тебя Всевышний им, себе, народом, святым, который... Как он поклялся тебе, ибо ты сохранишь, ну, сохранишь заповеди Всевышнего Бога Твоего. Да. Только если, тут там случаи какие-то, если, если будешь хранить. И пойдешь его путями. Да. Ну, да. То есть ты делай так, а я тебе сделаю так. Но обратите внимание, что вот здесь вот там кадош, ну, не знаю, мне кажется, по-русски слово святой, оно, в общем, кроме чего-то такого староцерковного, оно, в общем, ничего не говорит. Ну, не очень. Тут святые именно выделены. Ну, да. Вот здесь даже из контекста это видно все время. Из контекста видно, что если ты будешь делать так, то за слову тебе что? Будет твоя выделенность из других народов. Вам перечисляется. Ты будешь над ними высок, тебе дадут это. То есть все время ты и они, ты и они. И на самом случае слово кадош, кадош, это в том смысле, что ты будешь действительно выделенный и обособленный. Понятно. Просто мы по-церковно-славянски обычно не читаем, поэтому не у всех такие ассоциации. Не, ну, у меня здесь слово святое четко слышно. И при чем здесь ассоциации? Я объясняю слово кадош. Да, понятно. Оно ведь не простое слово, правильно? Не, ну, кадош у меня тоже слово святое именно так. Как-то это что-то безгрешное какое-то особое. По-русски смотри. По-русски нет другого перевода. В любом переводе, который ты посмотришь, в любом кошельном переводе, будет написано слово святое. Но там будет объяснение. Потому что действительно слово ничего не объясняет. Окей. Так, теперь ты, Натан. Мы все поняли. Да, окей. Подожди, подожди, а ты проскочил, ют, ют проскочил уже. И увидят все народы земли, страны с большой буквы. И имя Всевышнего, названное тебе дословно, и убоятся тебя. Интересно, заметьте, вот здесь тоже такая типа игра получается, правильно? Рау – это увидят. А очень похожее на слово, только здесь ют добавляется. Ир-у – это убояться. Ир-а – это боязнь. А здесь вот лир – это лир-от, а здесь лир-а. То есть разница небольшая, а смысл совсем другой. Да. Ир-а – это как это, ну типа прибавить себе даже. Хоть ир-а – это что-то дополнительно даст, а это даже как бы добавить еще. Даст тебе Всевышний всякого блага. И перечисляет опять, в чем он во всех, во все блага. В плоде, в твоем, при плоде твоем и при плоде скота твоего. И плодах земли твоей. А на земле, которую поклялся Всевышний отцам твоим, дать тебе. Правильно. Вот это вот интересное слово. Значит, существительное здесь – это и трах, правильно? Вот у человека в банке, в банке, как называется по-русски, если у тебя в банке плюс, как это называется? Ну как это называется? Дебет, правильно? Дебет – это не правильно. Ну хорошо, а как называется? Остаток положительный. Положительный остаток. Вот так вот прямо двумя словами. Одного слова нету? Проценты может быть. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что у тебя счеты в плюс, а не... Правильно, на счету у тебя могут быть два вида. Либо плюс, либо минус. Правильно? Если у тебя плюсы в точке минуса, как это называется? Ну, доход? Положительный профицит. Положительный баланс. Правильно. Я к чему вас подвел. Вот, ну, видите, это называется ИТРА. Человек говорит, что МАЙ ТРА БХИШБОН. Вот это вот ИТРА, это вот ВОТВИРХА. Я тебя к чему говорю? Вот здесь слово ВОТВИРХА, это означает, что есть плюс-минус, но плюс превалирует. То есть у тебя будет с избытком. Вот это вот отсюда, вот это ВОТВИРХА. Окей? И от этого слово ИТРА. ИТРА БХИШБОН. ИТРА БХИШБОН. Это тот, что у человека плюс на счету. Ну, хорошо. Кто читает? Я. Тимофей. Ютбет. ИВТАХАШЕМЛЕХА. А, ЗАМАЕМ. А, ЗАМАЕМ. Так. Откроют Всевышний тебе сокровища его, нарушая Небеса, чтобы дать подарок. Не, 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 не. Матар – это дождь. Дождь, дождь. Да, да, да. Причем МАТАР. А МАТАР – это не просто дождь. Да, дождь – это гешен. МОТАР – это вот у нас зимой бывают эти мейтарим, называется. Это просто дождь, который струями течет, который, ну, ЛИВНИЙ, называется. Вот от МОТАРа ЦИХА – это вот эти вот ЛИВНИ. ливень в земле твоей во время его. Вовремя, в общем. Да, очень важно, чтобы это было бы и то. Потому что если бы не бы и то, то бы он затопляет все. Так, и чтобы благословить все дела руки твоей, ты будешь сужать народу. О, правильно, да. Да, да, да. Сужать народу ноги. Это кредит. А сам брать не будешь. А сам брать в кредит не будешь. Ну, как это интересно. Замечательно. Ну, хорошо, тогда вот еще одна загадка. Сегодня такие эти самые. Как наявлите, в современном аввите, называете Министерство финансов? Молчание. Мисс Радо-Кессер. Что, что? Нет, правильно. Нет, но я тебе подчеркнул специально. Вот от этого слова. Мисс Радо-Отца. Мисс Радо-Отца. Вот Министерство финансов называется Мисс Радо-Отца. От какого слова? То, что выход... Отца? Ну, как? Сокровище, как бы, состояние. А Отца? От казначейства. Как Отца Радо-Отка, знаете, как-то типа казначейства. А Министер финансов называется Сара-Отцар. Вот такое красивое ее название. У нас сейчас с удовольствием. Да. Ну, хорошо. Так, дальше. Тимофей теперь Людмилу почитает. Людмила здесь? Да, да, я просто чуть не сработала. Ну, так. Так, Юд Гиммин получается. Сейчас найду. Вот здесь. Ага, спасибо. Ун-Танеха? Унет-Танеха? Ашем лерош вело лезанав ве айта рак лемала вело тевье лемата ки тишма эль митцвот ашем элокеха ашеранахи митцавха. Мэтцавха айом лешмор вело сот. Великатно. И даст тебе он, да, Всевышний? Ну, сделает. Я думаю, поставит установителя. Поставит, установит, сделает, да. Ну, это Натан, да, глагол? Латет глагол. Да. Да, Натанеха. Поставит тебя. Во главе, а не в хвосте. И будешь ты только наверху и не будешь внизу, ибо... Или если послушать... Ты слушаешь... Нет. Ибо ты слушаешься... Нет, тут в данном случае если будешь слушаться. Да. Если будешь слушаться заповеди Всевышнего перед ним... Митцавха, Бога Всевышнего, Бога твоего. А, извините. Митцавха. Который я... Который... Ну, да, все правильно. Который я заповедую. А что, в третьем лице, в том, в первом? Нет, ну, я тебе думаю, Димаша Рабейна передает Всевышний. Да, ну, имеется в виду, что он передает сегодня хранить и делать. Да. Ну, вот это вот то, что прозвучало, просто называется Митцалцы. Так вот звенит в ушах. Откуда? Когда будут говорить эту фразу? Это в Песах, да, по-моему? Ну, практически, только нет. Какой у нас ближайший праздник? Рошашана. А, голову рыбы, да? Правильно. Вот когда... С чего начинается вечерняя трапеза в обе два дня? Это же как бы два дня, одно и то же. Называется Йомариха. То есть один длинный день. То есть существует два дня, одно и то же. Ровно копипейс. Каждый раз сюда еда будет начинается... Много всяких знаков. Как они называются поеданию? Симоним. Симоним, Симоним. Симоним, правильно. Вот первый там по-либоуум барашек, но один из первых, это как раз рыба. Когда ее поднимают, что говорят? Шинеевы рош, выловы занав. Вот беги их отсюда. Будем головой, а не хвостом. Да. На иврите вот эта вот рош, не знаю, мне не приходит в голову. Я не знаю, глагол от слова рош. Ну вот от занав, да, есть глагол, лызанэф, лызанэф, потому что про Амалека был связан. Тот, который тебя преследовал, придет, преследовал на хвосте. Преследовал на хвосте, да. Преследовал на хвосте, это лызанэфа, по лызанэфу. Наоборот, он тебя преследовал по пятам, можно сказать. Да, 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 да. За хвостом к тобой шел. Ну да. Так, ну, наверное, все, я думаю, твой так все правильно. Ну, у нас осталась последняя фраза, ну, давайте, Мафея, читай, что ли, нет? Кто сейчас помнит, нет? А, ну, хорошо, нет. Ну, ты, да, мы там, ты же. Не проблем, нет. Вело тасур миколя дворим ашерам ахимы цафэ, этхэ майон, ямин, усмоль, ла лэхет, ахарей, эллоим ахирим, лэ авдам. И ты не уклоняйся от всех вещей, слов, которые я тебе заповедую сегодня, налево и направо, уклоняться, в смысле, налево и направо, иди за Господом, иди за Всевышним. А, нет, нет, идти за богами другими, служа им. Окей? Кстати, вот слово сказать из сурта сур. Это вот сурер, кстати. Что, 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 я не понял. А, ласур? Ласур, это вот отсюда сын буйный. Сурер, это имейте ввиду, кто уклоняется куда-то. Да, правильно, в хануку поют песни, если ты помнишь, суру хоша. То есть разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся тьма. А вот из этого, правильно, это тоже все знают. Вот уже здесь сказано. Шамисабхэайом, ямин, усмоль. Что значит ни направо, ни налево? Это означает, что, ну, как бы, комментарий такой, что ты должен делать ровно то, что говорят, как бы, рабонимы, то, что написано митцов. То есть ни направо, ни налево. А идти надо все время как бы ровно. Ямин усмоль. Окей? Ладно, мы на это позитивно. А, в следующее воскресенье Натан же уедет. Натан уедет точно. Да, я надеюсь, что Раф Ильяус может с вами провести это. Я в Йом-Решон точно не могу. Сейчас, дай-ка, ну, мы на этом заканчиваем наше занятие. Да, сейчас я выключу запись просто. Следующий Йом-Решон, я надеюсь, действительно, что Раф Ильяус может вести. Меня как бы не будет. А мы свое занятие постараемся.